Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили более 2,5 тысяч выездов на пожары в столице, на которых погиб 31 человек. 53 человека спасены. Минск чрезвычайный. В минувшую пятницу пожар произошел в доме по улице Герасименко. Горела квартира на третьем этаже. На пожаре погиб 73-летний хозяин квартиры, пенсионер. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Еще две жизни в конце прошлой недели унес огонь в одной из квартир на проспекте газеты «Звезда». По приезду спасателей квартира была уже полностью охвачена огнем, и ни хозяйку квартиры, ни ее супруга спасти не удалось. Причина этой трагедии устанавливается. Минск чрезвычайный. Каждую неделю в оперативных сводках спасателей появляется и информация о загораниях автомобилей. В ночь на пятницу на переулке Охотском огонь вспыхнул под капотом автомобиля «Фольксваген Каравелла». О возгорании на 112 сообщил очевидец, которого разбудил звук автомобильной сигнализации. Результат пожара – повреждены горючие элементы моторного отсека и приборная панель. Причина – короткое замыкание электропроводки. Чтобы свести риск возникновения подобных происшествий к минимуму, своевременно обслуживайте свой автомобиль. А во избежание происшествий в канун новогодних праздников, связанных с использованием пиротехнических изделий, курением в состоянии алкогольного опьянения, помните, что только соблюдение правил безопасности сделает ваш праздник счастливым и радостным. На этом все. С вами был Александр Попко. Пока. «Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами». Минск чрезвычайный.